17 апреля этого года дома у Натальи Пелевиной прошел обыск. Нынешний ее статус подозреваемая по 212 статье финансирование массовых беспорядков. Сегодня Наталья пригласила Дмитрия Мелехина и меня в гости. Давайте посмотрим, как же живет человек, который финансирует массовые беспорядки. Наталья, здравствуйте. Спасибо. Что очень уютно, собственно говоря. Давно вы здесь живете, если не секрет? Два года. Два года мы здесь живем в этой квартире. Вот, собственно, это однушка. Это, наверное, элитный коттедж какой-то современный. Это панельное 18-этажное обычное совершенно здание, не помню, 96-го, что ли, года постройки. В Южном Бутово мы с вами находимся. Пожалуйста, посмотрите вот на кухню. Из-за роскоши у нас вот только посудомоечная машина есть. Кстати, чтобы понятно было, где мы находимся. Так, извините, еще раз, из роскоши что? Посудомоечная машина. Собственно, да, вот. Я вижу итальянскую мебель, неповторимый дизайн. Неповторимый, эксклюзивный дизайн. Как во всех таких вот съемных квартирах в Южном Бутово, как тут водится такая традиция. Ну, собственно, вид на Южное Бутово. Да. Такое типичное. Может быть, посмотрим шикарные апартаменты комнаты, которые живут финансисты терроризма, так сказать. Вот, вот, все. Из комнат одна. Все, что могу вам предложить. Вот здесь, собственно, мы и проживаем. Как видите, мебель, опять же, итальянская, эксклюзивная, как вы уже сами сказали. Разумеется, как еще может быть. Ручной работы, ручной работы от IKEA. Да, вот. Последняя модель телевизора, кстати говоря, вот у нас имеется плазма. Ну, на самом деле, плазму Госдеп США как-то мог бы поприличнее немножко выделить, как вы считаете? Какая незадача получается, что-то он ничего не выделяет, как-то не срастается с этим. Вот, так что вот так вот мы проживаем, да. Ну, на самом деле, не страдаем сильно от немножко таких, может быть, не самых хороших условий. Хотя все россияне живут так, но вот мы так и живем, как большинство россиян. Мало россиян, за исключением тех, кто работает на власть, проживает в огромных дворцах. Ну, вот те, кто в дворцах проживают, к власти имеют отношение, делают вид, что они занимаются народом. Ну, вот, наверное, они должны вот нас, вот живущих в таких условиях, конечно же, судить за нашу деятельность, за то, чем мы занимаемся. Вот, а на самом деле, такие условия, я считаю, что совершенно нормальные, приемлемые и во-первых для жизни, и что касается нашей работы, мы же действительно о другом думаем. Мы же действительно не сильно задумываемся об итальянской мебели, о шикарных автомобилях и так далее. Как-то у нас вот так складывается, что что-то у нас, голова другим немножко занята. Наталья, ну, вот обвинение, на мой взгляд, оно бредовое абсолютно. Вот скажите, все-таки, за что вам это все? Что бы это значило вообще, что у вас произошло накануне? Я сама не знаю, я так и не могу пока понять. Либо это личное желание какого-то человека или группы лиц. Из догадки, кто это? Мне это там... Не, я не могу сейчас, несложно мне сказать. Там многие уже сейчас пишут о том, что я занималась списком Магницкого, в который входит и судья Карпов, и там с Габдулиным тоже была история, значит, соответственно, который как раз следователь, генерал-майор юстиции, который сейчас мной занимается. Я не хочу сейчас ни в кого пальцем тыкать, не то, что я боюсь там, соответственно, последствий с их стороны, просто я не считаю, что это правильно. Вот, ну, факты вот они эти имеются, да, вот они есть. Значит, что будет дальше, я не знаю. Я, в общем, готова, конечно, к всему, потому что завышенных ожиданий с точки зрения правосудия на сегодня в нашей стране, естественно, у меня нету. Вот, ну, в общем, посмотрим. Но я думаю, что, конечно, понятно, что это связано с тем, чем я занимаюсь, с моей деятельностью, с моей активностью. Вообще активные люди у нас, политически активные в оппозиции люди у нас являются, безусловно, мишенью, мы это уже с вами понимаем, видим последствия и видим трагические события вообще в последних месяцах. Я сейчас не говорю о своей ситуации, естественно. Я думаю, что все, кто так живет, как вот мы, да, и строит свою жизнь на желании помочь людям и помочь нашей стране, вот выбраться из этого несвободного и неправильного состояния, в общем, должны понимать, что, к сожалению, последствия могут быть. Наталья, Дмитрий Милехин и я желаем вам побыстрее выбраться из этой сложной ситуации с наименьшими потерями и чтобы этот бред закончился для вас побыстрее. Спасибо большое.